Добрый день! Вот принесли на ремонт магнитофон-приставку Vega 120S Интересный магнитофон Хотелось бы о нём немножечко рассказать Но ремонт уже завершён Аппарат в работе Поэтому давайте немножко о нём поговорим Итак, что из себя представляет отечественный магнитофон Vega MP120 Stereo Это магнитофон-приставка кассетная, однокассетная, естественно Выпускавшийся производственным Бердским производственным объединением 1986 года Производственным объединением Vega, разумеется На мой взгляд, это одна из лучших отечественных магнитофонных приставок Обеспечивающих наиболее качественное воспроизведение кассет снабжённых лентой на основе диоксида железа а также хромовых и металлических Причём Скажем так, все типы лент на этой на этой приставке могут быть использованы Здесь имеются переключатели типа ленты Чем характерен этот аппарат? Значит, он трёхмоторный То есть у него два двигателя на перемотку и один на ведущий узел тонн вала Значит, двигатели с электронным управлением, естественно Что обеспечит наибольшую стабильность вращения вала двигателя Скорость ленты, значит, соответственно стабильная и минимальная детонация Детонация Что мне вот ещё лично, так сказать, понравилось Что меня впечатлило в этой приставочке Это очень тихая работа лентопротяжного механизма Нехарактерная для наших отечественных приставок Практически не слышно, как вот работает Он мягко, плавненько Этот лентопротяжный механизм данного магнитофона Хотя он является довольно сложным На электромагнитах, там на различных промежуточных узлах Передающих вращением Вот, но тем не менее Работает он очень тихо Не привносит никаких посторонних неприятных звуков При работе В общем-то Значит, и если слушать на наушники То окружающим практически не слышно То, что магнитофон работает Снабжён он синдастовыми головками Прошу обратить внимание Синдастовые головки, конечно, помягче, чем стеклоферитовые Износостойкость их пониже Но, тем не менее, это наиболее мягкие Скажем так, по звучанию головки Которые передают всю широту оттенков Значит, при воспроизведении звуков с магнитной ленты Вот, и вообще впечатления от магнитофона У меня самые хорошие Вот, принесли его, правда, тоже в неплохом состоянии У хорошего хозяина, видимо, был Значит, и, в общем-то Ну, потрудиться с ним, конечно, пришлось Но это тема отдельного разговора Так вот, магнитофон снабжён светодиодным индикатором Электролюминесцентным пикового уровня Который работает как на воспроизведении, так и на записи И вот интересная особенность Помимо переключения типов ленты И системы шумопонижения Кстати, довольно эффективная система шумопонижения Практически Dolby B А может быть, даже Dolby C Очень нормально понижается И, в принципе, эффективность её работы Мне даже больше понравилась, чем на Dolby Чем вот на том же АКЕ У меня есть у меня такой Там, как бы, шумодав мне не очень понравился А вот в данном магнитофоне он эффективен Ленту мотает тоже хорошо, как зверь Перемотка достойная В общем, магнитофон Рекомендую для любителей отечественной техники В принципе, я думаю, на первый класс он однозначно тянет Вот, и мог бы при небольшой доработке Дотянуть и до высшего класса Вот, во всяком случае, следующая модель в семействе Vega 122 Двухкассетная Памнитофонная приставка Она, конечно, в подмётке не годится этому аппарату Вот, совершенно мне не понравилась Абсолютно не ремонтопригодна И вообще капризная Несмотря на то, что у той две скорости И еще 19-я для высококачественной записи Или же для ускоренной перезаписи кассет Вот, в общем, Vega 120-я Более интересно С точки зрения качественного звуковоспроизведения Значит, ну, еще, что хотелось бы остановиться на магнитофоне На интересном функционале Вот, у него имеется довольно обширная возможность программирования Вот, я со всеми еще функциями этого программатора не разобрался Ну, тут порядка 9 программ Больше даже Вот, 10 тут можно запрограммировать Бесконечное воспроизведение одного фрагмента ленты Возвращение к началу кассеты по окончании пленки И т.д. и т.п. Много, много всего интересного в нем Вот, ну, давайте посмотрим его, наверное, все-таки в работе Вот, таким образом открывается крышечка Закрывается она, конечно, вручную Открывается мягко на микролифте Вот, для закрытия, скажем так, при помощи электроники Здесь пока ничего не сделано Вот они, наши головочки, о которых мы с вами говорим Синдастовые Синдастовая универсальная, конечно Стирающая, в общем-то, обычная Вот, ну, тракт, конечно, одноваликовый, открытый Но, тем не менее, опять-таки, скажу Достаточно приемлемое качество лентопротяжки Вот, детонация минимальна Вот, и очень бережно с кассетами себя ведет Вставляется кассета вот таким образом сюда, естественно Головой вниз Открытыми окошечками Вот, ну, и посредством вот этой клавиши Мы его можем включить Вот, видите, загорелись у нас индикаторы Индикаторы включенной программы Программа 00 В данный момент нам высвечивается Вот А можно набрать какую-нибудь другую программу Ну, вот, все-таки угодно Много их Но мы набирать ничего не будем, соответственно Обнулим Вот, и электронный щетчик Здесь тоже применен Конечно, не щетчик реального времени Но, тем не менее, электронный щетчик Вот, самый по себе индикатор не очень информативный Мало разрядов Всегда горят вот эти вот сегменты в начале И вот эти три сегмента обозначают, видимо, перегрузку Вот, то есть, когда в этих сегментах находится показание индикатора Значит, магнитофон в режиме перегрузочки находится Давайте послушаем, что у нас написано на этой кассетке Поскольку глянта обычного типа Поставим фэрру Вот, управление псевдо-сенсорное Нажмем клавишу Так, да, какая-то песня кончилась Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Загорелся индикатор записи Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это платка конструкции сухого, известного, скажем так, конструктора систем подмагничивания и других вещей к магнитофонам. Довольно профессионально сделанная платочка, я хочу вам сказать, на высоком уровне, хоть она самодельная, на высоком уровне изготовления, даже с обозначением контрольных точек, правый канал, левый канал, на двух микросхемах серии К-157 и Д-2, на двух операционных усилителях. Вот, в принципе, с этой схемой, как бы, работающий, он, в общем-то, я думаю, выдавал параметры еще более интересные, подстраиваясь сам под запись. Но, к сожалению, она перестала работать. Не знаю, в вине ли дело, или дело в том, что там было перепахано в самом магнитофоне, пришлось довольно долго повозиться, вот, отыскивая концы, откуда ноги растут, почему он не работал на запись. Он не работал именно на запись. Пришлось схему эту, так сказать, удалить, к глубокому сожалению, потому что желание владельца было или сделать, чтобы со схемой работал, или просто на запись его вернуть. Ну, теперь, как видите, он на записи воспроизведения работает, вот, и, в принципе, удовлетворяет самым, скажем так, взыскательным требованиям для отечественной аудиоаппаратуры магнитной записи, кассетной. Ну, на этом, наверное, закончу. Большое спасибо за внимание. Магнитофон мне понравился, рекомендуем. Всего доброго.